В Хакасе около 30 тысяч археологических памятников. Специалисты каждый год исследуют все новые и новые объекты. В этом году археологический сезон в республике начался необычно рано, сразу после новогодних праздников. Это были первые зимние раскопки почти за три века. В самом центре Абакана рядом с парком Орленок строители наткнулись на древние захоронения. Охранные раскопки проводили специалисты хакнияли. Здесь исследуются два кургана таштыкской эпохи. Это самое начало нашей эры. Таштыкская эпоха датируется с 1 по 5 век нашей эры. В данном случае мы видим два кургана, один из которых более ранний и относится к разряду рядовых. Большой курган, большой склеп родовой таштыкского времени, он со всеми атрибутами погребального сооружения этого времени, то есть это сожженный склеп, после сооружения самого склепа было произведено его сожжение ритуальное. В большом склепе, его размеры впечатляющие, 10 на 11 метров, ученые обнаружили погребальные маски, характерные для захоронений таштыкской эпохи. Курган стал местом захоронения почти 100 человек. Предварительно их тела сжигали. И уже в мае строители при рытье следующего котлована наткнулись и еще на одно древнее кладбище, также относящееся к таштыкской эпохе. В могиле останки трех человек, один из которых был кремирован. Судя по скелетам, деформированным позвоночникам, люди эти не были богаты и занимались переноской тяжести. Это очень интересное дерево. Мы изучаем его на, называемый предмет дендрохронологии. То есть дерево нарастает по слоям каждый год. И когда, скажем, засуха, и у нас будет влажный климат, слои разные. Можно выяснить довольно хорошо, до 20-30 лет примерно, возраст дерева. Даже можно более точно, если есть подобный еще анализ других предметов. У нас, получается, уже три образца хороших есть этого места. Поэтому мы можем выяснить довольно точно возраст этих погребений. Ученые выяснили, что погребением около двух тысяч лет. То есть там, где стоит Абакан, предки современных жителей республики селились еще на рубеже нашей ПР. У них был достаточно богатый духовный мир. Люди в то время верили, что был загробный мир, что после смерти человек не просто душа его уходила на небо и прочее. Он также жил после смерти. В апреле совместная экспедиция археологов из Новосибирска и Санкт-Петербурга исследовала древний могильник, одно из самых крупных захоронений Карасовской эпохи. Он датируется 12-13 веками до нашей эры. Найденные артефакты, форма самих захоронений, методика обработки каменных плит дают множество сведений о жизни наших предков. Был у них свой домашний скот придуманный. Утром мы этот скот отгоняли, вечером пригоняли. На этом кладбище, как вы видели, все ограды примерно одинакового размера. То есть они не образуют никаких иерархий. То есть относительно друг друга они не выстроены. Кто лучше, кто хуже, больше, меньше. Тут, в общем, община, она предполагает равенство всех в нее входящих членов. По мнению Игоря Грачева, сельский быт и жизнь обычных людей менялась очень медленно. Практически на протяжении тысячелетий можно проследить характерные особенности поведения, присущие и древним людям второго тысячелетия до нашей эры, и нашим предкам, жившим всего 100-200 лет назад. Каменные ящики, которые устанавливали в могилах. После того, как они устанавливали в могилах каменный ящик, по месту они его обрабатывали. То есть у них стояла задача выровнять верхний край для того, чтобы положить сверху плиту. И по месту они отбивали эти плиты, выравнивая. И вот, например, осколки, которые получались в ходе такой работы, оставлялись в могиле. Вот, например, Хакас еще в конце 19-го, в начале 20-го века, да и сейчас, когда, например, домовину делали, стружки тоже не выбрасывали, а клали с покойником в могилу. Эти раскопки по статусу охранные. Они проводились на том месте, где в будущем планируется расширение федеральной трассы Енисей на горе между Черногорском и Пригорском. Впервые древние могилы здесь были обнаружены почти 20 лет назад, но основные работы проводятся только сейчас. Сам могильник чем интересен? Он является классическим могильником красковской культуры. Здесь мы можем найти и более ранние захоронения могильной конструкции. И, как мы считаем, на периферии располагаются могильные конструкции более поздней. И более поздней эпохи, возможно, даже финального этапа красковской культуры, каменноложской культуры. Всего археологи раскопали 15 захоронений. Большинство оказались разграбленными. Практически без предметов, кости людей и животных в перемешку, от горшков остались мелкие черепки. Но были и интересные в научном плане находки. Нам посчастливилось найти практически неразграбленное погребение, с учетом того, что погребения грабились и вскрывались фактически в тот же период, когда и создавались. То есть ящики стояли пустые, их вскрывали и оттуда доставали самое ценное. А ценное здесь было только одно – металл, бронза. Соответственно, нам попалось одно погребение, где отсутствовала только, собственно говоря, бронза. Все остальное осталось на месте. И погребенный оставался на месте, и вся сопроводительная утварь – это керамические горшки и трапеза последняя, которая ему укладывалась в могилу вместе с ним. Кстати, наблюдение за тем, как были ограблены могилы, и самое главное – когда, то есть практически сразу же после погребения, это один из самых ценных научных результатов экспедиции. Найденные в результате раскопок артефакты также внушают оптимизм ученым. С помощью этих предметов, возможно, удастся закрыть несколько белых пятен в археологии. Материалы экспедиции уже переданы на обработку и дальнейшие исследования в Национальный краеведческий музей. Таков порядок. Археологическая экспедиция, работая на территории Хакасии, получает материал. Материал – это находки, то есть керамика, бронза и так далее. Железо. Они в течение трех лет обрабатываются, затем передаются в какие-то государственные музеи. То есть экспедиция может передать их и в Эрмитаж, может передать их в московский исторический музей, где есть спецбаза, могут в Минусинск. Но мы предпочитаем работать с археологами, чтобы они передавали эти коллекции нам. В музей передаются, естественно, не все находки, только самые ценные скелеты людей и кости животных после изучения попросту захоранивают, а предметы могут занять достойное место в экспозициях музея. Например, в последней экспедиции в одной из могил найдены практически все фрагменты глиняного сосуда Карасовской эпохи. Его удалось склеить и восстановить форму. Второй горшок работы древнего гончара вообще уникален. Здесь вот этот резной орнамент по глине, он запомнил каким-то белым веществом. Возникает вопрос, а что, собственно, это такое? То есть традиционно, допустим, считалось, что это паста. Ну, вот гипс, который, да, вот в природе находится. Ну, сейчас вот по этому поводу выразили сомнения исследователи некоторые. Вот сейчас это все будет выясняться. Сейчас будем выяснять. То есть такая маленькая научная задачка решается. Ученые возьмут пробы белой замазки и с помощью приборов точно определят ее состав. Эти сведения наверняка войдут в учебники по археологии. И еще один сосуд интересен тем, что у него дно не круглое, как у всех карасухских горшков, а плоское. Это характерно для более ранней андроновской культуры. Но лежал он вместе с другими. По выражению ученых, важное материальное доказательство связи времен. Еще один любопытный предмет. Считалось, что куски мяса, так называемую последнюю трапезу покойного, клали в могилу на деревянное блюдо. Но доказать это, то есть найти древесину, не удавалось. Она попросту сгнивала. Здесь под костями животных были найдены следы дерева, которые...